Сегодня мы беседуем с актером молодежного театра Алтая Александром Савиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы, так сказать, птенец гнезда Золотухинского. Как вы попали в это гнезда? Я закончил колледж культуры и учился на заочном курсе режиссуры Академии культуры. И пошел пробовать себя в театр. Сам бы не пошел, посоветовали. Сказали, давай иди попробуй, ну, чем бог не шутит. Я пришел, попробовал, меня посмотрели и сказали, может, ты доучишься сначала? Я говорю, ну, хорошо. Только, говорит, у нас, на нашем курсе. Я, получается, перевел с режиссерского на актерский курс. Там дикие какие-то разницу пересдавал по 22 примета за 2 недели. Сложная история, но очень интересная, правда, случилась для меня. И она поменяла мою жизнь в корне. Я работал на автомайке. Я вообще не видел свою жизнь в театре. Ну, считал себя недостойным, что ли, театр. Ну, вот, ну, как-то так получилось. Все срослось. Золотухин был крайне занятым человеком. Вот как вы считаете, зачем ему нужно было еще и эту роль на себя взвалить? Как человек, вышедший из деревни, был в так называемой тусовке звездной, московской и так далее. И вот это вот 2 человека сошлись воедино, и он не отошел от своих корней и пришел в эту тусовку. И вот это 2 человека срослись вместе, и получился какой-то синтез интересный. И вот в произведениях вот это вот очень сильно видно. Вот эта любовь к корням и уважение к профессии. И вот все это срослось каким-то образом. И почему он нас, может, набрал по этому? Его тянуло к корням на самом деле. Я слышал, что Золотухину было важно не только то, какие вы актеры, но и как у вас в жизни. Так ли это, и насколько это важно для студентов было? Они вместе с Татьяной Федоровной, они очень бережно к нам относились. Ну, почему птенцы Золотухинским нас называли? Потому что к нам отношение такое было. Хотели театр сделать семьей большой, и это получилось. Но в силу обстоятельств неких разбежали, птенцы разлетелись, как говорится. Но на какое-то время это было, и семья была. Я думаю, не каждому бы Валерий Сергеевич доверил роль Бумбараша. Что вы чувствовали, выходя на сцену? Страх, восторг, волнение? Ведь понимали же, что будут сравнивать с тем, как он играл. Изначально, естественно, был очень такой трепет перед тем, что это будет. Но когда выходили на спектакль, на премьеру, не было страха по поводу того, что будут сравнивать, будут говорить. Потому что спектакль получился очень сильно противоположный фильму. И их сравнивать нельзя, вообще нельзя. Это как раз вкусовые вещи очень. Кому-то нравится фильм, персонаж в фильме. Кому-то нравится наш герой в нашем Бумбарашево. Это разные вещи. И они в разных структурах существуют. И поэтому я не знаю, каким образом решалось на самом деле на роль, кого поставить. Мне правда самому интересно. Но он добро, наверное, дал, значит увидел что-то. Как складывается сейчас судьба других золотухинцев? По-разному. Все разъехались. Кто-то себя нашел, кто-то не нашел. Очень плачевно на самом деле что-то случилось. Очень плачевно. Начинание было такое. Это могло быть второй таганкой. В хорошем смысле слова. Для этого все было. Оставалось только какое-то время, подготовка, какие-то спектакли и так далее. Команда была. Команду надо было направлять и направлять вперед. Но, увы, жалко. Говорят, в жизни каждого человека другой человек – это какой-то конкретный урок. Вот в вашей жизни, Золотухин, это какой урок? В 90-х, после, насколько я знаю, ночной дозор, после ночного дозора, его снова начали снимать очень много. Он снимался очень-очень много в силу того, что у него старший сын, священник у него, не соврать, шесть или семеро детей. И он их содержал. Он содержал жену, детей. Собственно, в чем урок? Работа. Постоянная работа во имя чего-то, во имя профессии, во имя семьи. Как это не банально, а о ваших творческих планах? Помимо театра, еще есть несколько дел. Мы с ребятами с разных театров, артистами, создали такое объединение небольшое. До этого трио, их четверо назвали. И делаем театрально-музыкальные спектакли. И сейчас мы разбираем, почему Золотухин, я сейчас перечитываю. Мы делаем тоже спектакль по Золотухину, по его песням, по его биографии. Тоже очень интересная вещь. Опять же, музыкально-театральный. Ну вот. И вот такие планы. Спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, что мы беседовали с актером молодежного театра Алтая Александром Савиным.